Добрый день! Добрый день, мои уважаемые хозяюшки! Сегодня последний день уходящего лета, 31 августа. Это не значит, что уходит щедрое лето. К нам придёт не менее щедрая осень. Но, тем не менее, сегодня я вас приглашаю приготовить вкуснейший тёщин язык. Мы с вами уже готовили тёщин язык из кабачка. А сегодня, посмотрите, какая щедрая, яркая, красивая и очень ароматная в моих руках тарелка. Помидоры, перцы, баклажаны, чеснок и специи. Это всё, что нам сегодня потребуется. Я вас приглашаю. Приглашаю кусочек ароматного лета запаковать в банку, чтобы потом, осенью, зимой, ощущать, употреблять, дегустировать, по-белорусску кажучи, смаковать тёщин язык из баклажанов. Приглашаю. Присоединяйтесь. Ну вот, мои дорогие, я подготовила овощи, надрезала помидорки крестообразно, залью кипятком, как всегда. Это мой любимый способ приготовить томатное пюре. Первое. Сниму кожицу, а затем нарежу помидорочки и буду протушивать. Это первое. Второе. Одновременно я освободила перцы от семян и буду их запекать. Затем тоже с перцев я сниму кожицу. Для этого я их и запекаю. А ещё вторая причина запекания томатов в том, что запечённые томаты гораздо вкуснее. Есть ещё один способ. Можно помидорки не протушивать, не снимать кожу. Перцы не протушивать, не снимать кожу. Всё это либо прокрутить на мясорубку, либо измельчить блендером и пользоваться вот такой пастой. Но мне этот способ не нравится. Поэтому я вам показываю то, что делаю сама, что проверено неоднократно. И вам это рекомендую. Но тем не менее, ещё раз говорю, что вы можете не тратить столько времени. Вы можете просто прокрутить на мясорубку помидоры и перец. И тоже будет вкусно. Тоже имеет право быть такой способ приготовления овощей. А теперь для тех, кто не смотрел мои видео, для тех, кто вот это простое действо не знает. Смотрите, как легко снимается кожица со шпаренного помидора. Кожу сняла. Вот эту часть вырезала. Вот она у меня уходит. И положила в чашку. Посмотрите, пожалуйста. Вот эта часть кожица не переваривается в кишечнике. Это балласт. Она налипает на стенки кишечника, приводит к неприятным последствиям. Нам это не надо. Мы от этого избавимся. А вот это я нарежу на произвольные кусочки, положу в кастрюльку, протушу и протру через сито. Я ещё должна избавиться от семян. Они мне тоже не нужны. Да, согласна, согласна с вами. Это определённые затраты труда и времени. Но это в конечном результате себя оправдывает. Это очень вкусно получится. Приятно и великолепно. Это стоит того. Давайте будем пробовать. И ещё, мои дорогие, я вам расскажу один приятный секретик. Посмотрите, пожалуйста. Пока готовятся мои помидорки и перцы, у меня есть время. И я обрабатываю вот эту часть от перца. И от горьких перцев, и от сладких. Что я делаю? Я нарезаю вот на такую мелкую стружку и мякоть, и семечки, и внутреннюю, вот эту вот такую пушистую часть, на которой держатся, крепятся семечки. Нарезаю, подготавливаю к просушке. Вот эта часть других перцев у меня уже высушена. Для чего? Я каждый год заготавливаю вот такую вот молотую паприку. Видите, сколько у меня осталось? У меня было две вот таких баночки. Она очень вкусная, яркая и в самый раз подходит к любым блюдам. То есть я совмещаю и острый перец, и сладкий. И получается вот такая вкусняшка. То есть, когда я высушу, всё хорошенечко просыхает, я это должна буду перемолоть на кофемолке. Вот и всё. Ничего не пропадает, зато я знаю, наверняка, какая сушёная паприка у меня на кухне. Рекомендую. Следующий этап моей работы это баклажаны. Подготовка баклажан консервации. Что я должна сделать? Я нарежу баклажаны на язычки и на полчаса их засолю. Сделаю вот такие язычки. Вот они. Полчаса они у меня полежат в соли, а через полчаса это же язычки, это же тёщин язык, а через полчаса я их промою холодной водой и отожму. Количество соли, которыми я посолю эти баклажаны, никак не участвует в количестве соли для маринада. Вот так выглядят мои язычки. я хотела сделать крупно. Если вам не нравится такой способ нарезки, пожалуйста, нарежьте полосками, такими, какими мы нарезали кабачок. Тоже будет вкусно и вполне уместно. Хочу вам показать, протушились мои помидорки и теперь я буду их протирать вот через такое сито. Это простая работа, просто требует внимания и времени. этот процесс я уже показывала ни в одном своем видео. Для тех, кто следит за моими публикациями, вы знаете, это делаю для новеньких. И вот таким образом я протру все помидорки, освобожу от косточек. Посмотрите, пожалуйста, что я выброшу. Я выброшу очень грубые волокна, которые даже не растушились, и семечки. Итак, я обработаю абсолютно все пюре. Готовые перцы. Вот под такой бумагой я запекала. И посмотрите, сколько сока. Этот сок мы тоже выльем в кастрюлю, где будем готовить наш тёщин язык. Он очень вкусный и ароматный. А теперь нам надо вот это очистить от кожицы. Сейчас этим и займёмся. Посмотрите, пожалуйста, я уже сказала, что этот сок мы оставим, как легко чистится кожица. Вот так же, как и на помидорах. У меня ещё перцы горячие. Начинаем чистить сверху вниз. Кожу мы уберём, выкинем, а перцы оставляем. Я их не остудила, у меня горячие, поэтому немножко. Вот. Смотрите, как легко она снимается. Вот таким образом я перечищу все перцы. Перчики очистила. Вот такие половинки получились. Теперь всё это я должна измельчить блэн. посмотрите, пожалуйста, томатно-перечное сок-пюре у меня готово. Я их соединила. Теперь я поставлю вот этот сок-пюре вариться и варить буду с момента закипания 10 минут. Мне больше не надо, поскольку овощи уже в принципе готовы. В ситуации, если вы просто прокрутите через мясорубку томаты и перец, мы уже с вами это обсуждали, тогда варить вам надо будет 20-25 минут. Через 20-25 минут вы положите промытые и отжатые баклажаны и проварите ещё 15 минут. Спустя 15 минут добавите пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар и уксус. Проварите ещё 5 минут, разложите по баночкам, укупорите, перевернёте и укутаете. Чёткий рецепт, исходя из количества продуктов, мы ещё проговорим и я обязательно для вас его пропишу. Хочу вам показать. Вот так кипят уже мои язычки булькают, бурлят. Скоро положу чеснок. Ну вот и всё, мои дорогие. Работка закончилась. Вот такую красоту мы с вами сегодня приготовили впрок. А теперь рецепт. Для того, чтобы приготовить вот такой вкусный салат, нам надо иметь 2 килограмма баклажан, 2 килограмма помидор, полкилограмма перца, горького перца или острого, одну-две штучки, чеснок по вкусу, 2 столовые ложки соли, 200 грамм сахара и 100 миллилитров уксуса. Вот такой рецептик. Пользуйтесь, готовьте, получайте удовольствие и радуйте ваших близких. Мы с вами сегодня славно поработали. А посему напишите ваш комментарий. Не забудьте поставить пальчик вверх. Нажмите на колокольчик. Подпишитесь на мой канал. Буду рада, буду счастлива вашему присутствию. Добра здоровья, хорошего настроения. ! Спасибо! 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 Продолжение следует...